Мы ведем прямую трансляцию из Джорджии, ключевого штата в гонке за президентство. Через несколько минут действующий президент США проведет дебаты с бывшим президентом США в качестве кандидатов от своих партий. Впервые в американской истории. Мы приветствуем наших зрителей в США и по всему миру в наших студиях в Атланте. Это президентские дебаты на CNN. Дебаты проводятся CNN и транслируются в прямом эфире на CNN, CNN International, CNN.com, CNN Maxi, CNN Ispanol. Это решающий момент между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом в их реванше за высший пост в стране. До выборов осталось чуть более четырех месяцев, и каждый из них будет отстаивать свою точку зрения перед американским народом. Добрый вечер, я Дана Баш, ведущая программы CNN «Внутренняя политика» и соведущая программы «Положение дел в стране». А я Джейк Таппер, ведущий программы CNN «The Elite» и соведущий программы «State of the Union». Сегодня вечером мы с Даной будем со модераторами. Наша задача – организовать сегодняшние дебаты между двумя кандидатами. Прежде чем мы представим их, мы хотим поделиться с домашней аудиторией правилами дебатов. Бывший президент Трамп будет находиться в левой части экрана, а президент Байден будет выступать справа. Их позиции определились броском монеты. У каждого кандидата будет две минуты на ответ на вопрос и по одной минуте на ответы и опровержения. Дополнительная минута на последующее уточнение или ответ предоставляются по усмотрению ведущего. Когда наступит время для выступления кандидата, его микрофон будет включен, а микрофон его оппонента выключен. Если кандидат будет перебивать, когда его микрофон выключен, его будет трудно понять зрителям. В конце дебатов каждый кандидат получит по две минуты на заключительное слово. Студийной аудитории сегодня не будет. Во время дебатов не допускаются заранее написанные заметки, реквизиты и контакты с сотрудниками предвыборного штаба. Принимая наши приглашения на дебаты, оба кандидата и их компании согласились с этими правилами. А теперь поприветствуйте 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена. И поприветствуйте 45-го президента США Дональда Трампа. Джентльмены, большое спасибо, что вы здесь. Давайте начнем дебаты и начнем с вопроса, который, по словам избирателей, волнует их больше всего. Это экономика. Президент Байден, инфляция замедлилась, но цены остаются высокими. С тех пор, как вы вступили в должность, цены на предметы первой необходимости выросли. Например, корзина продуктов, которая тогда стоила 100 долларов, теперь стоит 120. А цены на обычные дома подскочили более чем на 30%. Что вы скажете избирателям, которые считают, что при вашем президентстве им стало хуже, чем при президенте Трампе? Мы должны посмотреть на то, что мне досталось, когда я стал президентом. На то, что оставил мне мистер Трамп. У нас была экономика, которая находилась в свободном падении. С пандемией справлялись так плохо. Многие люди умирали. А он только и говорил, что все не так серьезно. Просто впрысните в руку немного инъекций, и все будет в порядке. Но экономика рухнула. Рабочих мест не было. Уровень безработицы вырос до 15%. Это было ужасно. И нам нужно было попытаться все вернуть на круги своя. И именно это мы и начали делать. Мы создали 15 тысяч новых рабочих мест. Мы добились того, что у нас появились 800 тысяч новых рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Но нужно сделать еще больше. Еще больше предстоит сделать. Люди из рабочего класса все еще в беде. Я родом из Крентонта, штан Пенсильвания. Я родом из семьи, где каждый месяц мы еле сводили концы с концами. Это было проблемой. Цены на яйца, на газ, цены на жилье, цены на целый ряд вещей. Вот почему я так усердно работаю над тем, чтобы решить эти проблемы. И мы постараемся снизить цены на жилье. Мы позаботимся о том, чтобы построить 2 миллиона новых единиц жилья. Мы обеспечим ограничение арендной платы, чтобы корпоративная жадность не смогла взять верх. Сочетание того, с чем я остался, и корпоративной жадности. Вот причина, по которой мы сейчас имеем эту проблему. Кроме того, мы находимся в ситуации, когда если посмотреть на все, что было сделано в администрации Трампа, то он сделал совсем немного. К тому времени, как он ушел, все было в хаосе. Буквально в хаосе. И мы вернули все на круги своя. Мы создали, как я сказал, эти рабочие места. Мы добились того, чтобы цены на рецептурные лекарства, которые являются серьезной проблемой для многих людей, снизились до 15 долларов за укол инсулина, а не до 400 долларов, как раньше. Мы добьемся того, чтобы со следующего года ни один пенсионер не будет тратить более 200 долларов за любое лекарство. Ситуация меняется, и мы собираемся сделать лекарства доступными для всех, для всех американцев. Так что мы работаем над тем, чтобы снизить цены. И это то, чего мы собираемся добиться. Спасибо. Президент Трамп. Так что мы проделали огромную работу. Мы получили множество заслуг за экономику, за вооруженные силы, отсутствие войн и многое другое. Все было очень хорошо. Но вот за что мы так и не получили похвалы, а должны были бы. Так это за то, что вытащили нас из этого бардака с ковидом. Байден создал мандаты. Это была катастрофа для нашей страны. Но кроме этого, мы отдали ему страну, где фондовый рынок был выше, чем до ковида. И никто не думал, что такое вообще возможно. Единственные рабочие места, которые Байден создал, это рабочие места для нелегальных иммигрантов. И рабочие места для возвращения к нормальной жизни людей, что были на ковидном локдауне. Так что он не сделал ничего хорошего. Он проделал плохую работу. И сейчас инфляция убивает нашу страну. Она абсолютно убивает нас. Спасибо. Президент Байден? Ну послушайте, величайшая экономика в мире при Трампе. По-моему, он единственный, кто так думает. Я не знаю никого другого, кто бы считал, что у него была самая лучшая экономика в мире. И знаете, дело в том, что мы оказались в ситуации, когда его экономика вознаграждала только богатых. Он провел самое большое сокращение налогов в истории Америки на 2 триллиона долларов. Он создал дефицит больше, чем у любого президента за один срок. Он единственный президент, кроме Герберта Гувера, который потерял больше рабочих мест, чем было в начале его правления. Такого не было со времен Герберта Гувера. Он сделал что-то значительное в военной сфере. Вы знаете, когда он был президентом, они все еще убивали людей в Афганистане. И он ничего с этим не делал. Когда он был президентом, мы все еще находились в иллюзии, что мы безопасная страна. Правда в том, что я единственный президент в этом столетии, у которого ни один военнослужащий не погибал в мире так, как это было при Трампе. Президент Трамп, я хочу добавить, если можно. Могу ли я ответить ему? Я задам вам один вопрос, а затем вы можете сделать все, что хотите, с той минутой, которую мы вам дадим. Вы хотите ввести 10% тариф на все товары, возимые в США. Как вы обеспечите, чтобы это не привело к росту цен? Это не приведет к их росту. Это просто дороже обойдется странам, которые обдирали нас годами. Например, Китаю и многим другим, что справедливо. Это просто заставит их платить нам много денег. Значительно сократит наш дефицит и даст нам больше власти для многих других вещей. Но Байден наговорил тут всякого. Единственное, в чем он был прав, так это в том, что я дал вам самое большое снижение налогов в истории. Я также дал вам самое большое в истории сокращение регулирования. Вот почему у нас были все эти рабочие места. Сокращение рабочих мест произошло во время ковида, а потом они вернулись. И он приписывает себе заслуги восстановления этих рабочих мест. Так нельзя. Он также сказал, что унаследовал инфляцию в 9%. Так вот, он унаследовал почти полное отсутствие инфляции. И она оставалась такой в течение 14 месяцев. А потом она взорвалась под его руководством, потому что они тратили деньги, как кучка людей, которые не знали, что делали и не знают, что делают. Его администрация была, возможно, худшей в истории. Такой никогда не было. Что касается Афганистана, то я выводил войска из Афганистана с достоинством, силой и властью. Как вышел Байден? Это был самый позорный день в истории жизни нашей страны. Президент Трамп, за последние 8 лет при обеих ваших администрациях государственный долг вырос до рекордно высокого уровня. Согласно новому внепартийному анализу, президент Трамп, ваша администрация утвердила новый долг в размере 8,4 триллиона долларов. При администрации Байдена они одобрили 4,3 триллиона долларов. Итак, бывший президент Трамп, многие из налоговых льгот, которые вы подписали, истекают в следующем году. Хотите ли вы продлить их и пойти еще дальше? В условиях триллионного дефицита и рекордного долга США, почему люди с высоким уровнем дохода и корпорации должны платить еще меньше налогов, чем сейчас? Потому что снижение налогов подстегнуло величайшую экономику, которую мы когда-либо видели как раз перед ковидом. И даже после ковида она была настолько сильной, что мы смогли пережить пандемию лучше, чем любая другая страна. Это результат снижения налогов. Когда мы снизили налоги, например, корпоративные были снижены до 21% с 39, плюс к этому мы получали больше доходов при гораздо меньших налогах, таким образом компании возвращали в страну триллионы долларов. Страна развивалась как никогда раньше, и мы готовы были начинать выплачивать долг. Мы были готовы начать использовать жидкое золото прямо у нас под ногами, нефть и газ прямо у нас под ногами. Мы собирались получить то, чего не было ни у кого, но нас подкосил ковид. Мы сделали многое, чтобы исправить эту ситуацию. И мы передали ему невероятную ситуацию со всеми терапевтическими препаратами и всем тем, что мы придумали. Мы дали ему нечто великое. Помните, при его правлении погибло больше людей от ковида, хотя в значительной степени мы успели исправить эту ситуацию. При его администрации погибло больше людей, чем при нашей. Но мы были в самом центре событий. Об этом люди не хотят говорить. Но при его администрации во время ковида погибло гораздо больше людей. Он ввел мандат, который стал катастрофой. Он вывел вакцины. Он ввел мандат на вакцину. И это то, против чего люди больше всего возражали. И он проделал очень плохую работу. Просто очень плохую работу. И я скажу вам, что не только в Америке, но и во всем мире нас больше не уважают как страну. Они не уважают наше руководство. Они больше не уважают Соединенные Штаты. Мы как страна третьего мира. Все, что он сделал, сделал США похожей на страну третьего мира. И очень жаль, что он нанес ущерб нашей стране. И я бы с удовольствием спросил бы его, почему он позволил миллионам людей прибывать сюда из тюрем, колоний и психиатрических лечебниц, чтобы приехать в нашу страну и разрушить ее. Президент Трамп. Мы вернемся к эмиграции позже в этих дебатах. Президент Байден, я хочу дать вам возможность ответить на вопрос о национальном долге. У него был самый большой государственный долг среди всех президентов за весь период. Это первое. Второе. Сокращение налогов на 2 триллиона долларов пошло на пользу только очень богатым людям. Что я собираюсь сделать, так это исправить налоговую систему. Например, у нас в Америке тысячи миллиардеров. И что происходит? Они находятся в ситуации, когда фактически платят 8,2% налогов. Если бы они платили 24%, 25%, любое из этих чисел, они бы собрали 500 миллионов долларов, миллиард долларов. Мы смогли бы списывать его долг. Мы смогли бы помочь обеспечить те вещи, которые нам необходимо сделать. Уход за детьми, уход за престарелыми, продолжать укреплять нашу систему здравоохранения, решать постковидные проблемы. Послушайте, мы наконец-то победим Медикея. Спасибо, президент Байден. Президент Байден прав. Он действительно победил Медикея. Он избил ее до смерти. И он разрушает Медикея. Потому что все эти люди, которые сюда бегут, Байден просто записывает их на Медикея. Он включает их в систему нашего социального обеспечения. Он собирается уничтожить систему социального обеспечения. Этот человек собирается в одиночку ее уничтожить. Эти миллионы и миллионы людей, которые бегут сюда, Байден пытается включить их в систему социального обеспечения. Он уничтожит его. Он уничтожит Медикея. Так что он был прав в том, как закончил это заявление. И очень жаль. То, что произошло с нашей страной за последние 4 года, это невероятно. Зарубежные страны. Я дружу со многими людьми оттуда. Они не могут поверить в то, что случилось в США. Нас больше не уважают. Мы им не нравимся. Мы даем им все, что они хотят, и они считают нас глупыми. Они считают нас очень глупыми людьми. Мы делаем все для других стран, и они ничего не делают для нас. То, что сделал этот человек, абсолютно преступно. Спасибо, президент Трамп. Дана? Это первые президентские выборы с тех пор, как Верховный суд отменил решение по делу Роу против Уэйда. Сегодня утром суд вынес решение по еще одному делу об абортах, временно разрешив продолжать экстренные аборты Вайдаха, несмотря на запрет, введенный в этом штате. Бывший президент Трамп, вы ставите себе в заслугу решение об отмене решения по делу Роу против Уэйда, которая вернула вопрос об абортах на рассмотрение самим штатам. Верно. Однако, федеральное правительство по-прежнему играет роль в том, есть ли у женщин доступ к абортивным таблеткам. Они используются примерно в двух третьих всех абортах. Став президентом, вы бы заблокировали абортивные препараты? Во-первых, Верховный суд только что одобрил абортивные таблетки. Я согласен с их решением. И я не буду их блокировать. И если вы посмотрите на весь этот вопрос, который вы задаете, он одновременно сложный и простой. 51 год назад был принят закон Роу против Уэйда, и все хотели вернуть его в Штаты. Все без исключения. Демократы, республиканцы, либералы, консерваторы. Все хотели поддержать религиозных лидеров. И я сделал то, что сделал. Я поставил в суд трех замечательных судей Верховного суда, и они проголосовали за отмену решения по делу Роу против Уэйда и возвращение права принимать решение назад в Штаты. Этого хотели все. Сейчас, 10 лет назад или около того, они начали говорить о том, сколько должно быть недель плоду и так далее. Но каждый ученый-юрист хотел, чтобы Штатам вернули самостоятельность в этом вопросе. Я так и сделал. Регулирование абортов возвращается в каждый отдельный Штат. Если вы посмотрите на Огайо, то это было решение, которое в итоге оказалось немного более либеральным, чем вы могли бы предположить. В Канзасе я бы сказал то же самое. В Техасе все по-другому. Во Флориде тоже. Но все они сейчас принимают свои собственные решения. И сейчас Штаты контролируют вопрос абортов. Это голос народа, как у Рональда Рейгана. Я верю в исключения. И честно говоря, я считаю, что важно в них верить. Некоторые люди должны следовать зову сердца, а некоторые люди не приемлют аборты. Но я верю в исключения для случаев изнасилований, инцеста или угрожающих жизни матери. Я считаю это очень важно. Проблема текущей администрации в том, что они радикальны, потому что они будут лишать жизни ребенка на восьмом месяце, на девятом и даже после рождения. После рождения. Если вы посмотрите на бывшего губернатора Вирджинии, он был готов пойти на это. Он сказал, мы отложим ребенка в сторону и сами решим, что с ним делать дальше. То есть мы убьем ребенка. Что произошло? Мы вернули самостоятельность в Штаты. И теперь страна объединяется по этому вопросу. Это замечательно. Спасибо. Президент Байден, то, что вы сделали, было ужасно. Дело в том, что подавляющее большинство конституционных ученых поддержали Роу, когда было принято решение. И эта идея, что все они были против, просто смехотворна. А он говорит, что Штаты должны сами принимать решение. Хорошо, мы сейчас в Штате, где в течение шести недель вы даже не знаете, беременны ли вы. Но вы не можете обратиться к врачу и попросить его обрисовать ваши обстоятельства. Нужна ли вам помощь? Идея о том, что Штаты сами могут это делать, это все равно, что вернуть гражданские права Штатам. Пусть в каждом Штате будет разное правило. Послушайте. У них убивает так много молодых женщин. В этом Штате была убита молодая женщина, и он ходил на похороны. Идея о том, что она была убита приезжим иммигрантам, еще обсуждается. Но дело вот в чем. Есть множество молодых женщин, которых насилуют их свекры, супруги, братья и сестры в одних штатах. И эти Штаты ничего не могут с этим поделать. Зато их пытаются арестовать на границе с другими Штатами. Это просто смешно. Многие молодые женщины были убиты теми же людьми, которым он позволяет пересекать нашу границу. У нас есть граница, которая является самым опасным местом в мире. Считайте, что это самое опасное место в мире. И он открыл ее. И эти убийцы приезжают в нашу страну, насилуют и убивают женщин. И это ужасно. Что касается абортов, то теперь их регулирование возвращается в каждый Штат. Штаты сами голосуют. Во многих случаях это, откровенно говоря, очень либеральное решение. Во многих случаях наоборот. Но они голосуют. И это возвращает вопрос аборта на голосование народа. Чего хотели все, включая основателей США, если бы они знали об этом вопросе. Чего, честно говоря, они тогда еще не знали. Но они хотели бы, чтобы все вернулось к народу. Рональд Рейган хотел вернуть право голоса народу. Он не смог этого добиться. Все хотели его вернуть. И многие президенты пытались. Я был единственным, кто сделал это. И опять же, это дает право голоса народу. И именно этого они хотели, все эти ученые-юристы. Не отходя от темы абортов. Президент Байден. В семи штатах нет законодательных ограничений на то, на каком сроке беременности женщина может сделать аборт. Поддерживаете ли вы какие-либо законодательные ограничения в отношении того, на каком сроке беременности женщина может прервать беременность? Я поддерживаю решение по делу Роу и Вейда, которое предусматривает три триместра. Первый – между женщиной и врачом. Второй – между врачом и экстремальной ситуацией. И третий – между женщиной и государством. Идея о том, что основатели хотели бы, чтобы политики принимали решения о здоровье женщины, просто смешна. Это последнее дело. Ни один политик не должен принимать такие решения. Такие решения должен принимать врач. Именно так все и должно быть. Вот как это должно быть. И если меня изберут, я собираюсь восстановить закон по делу Роу против Вейда. Это значит, что он сможет лишить жизни ребенка на девятом месяце. И даже после рождения. Потому что в некоторых штатах, где правят демократы, это происходит после рождения. Опять же, губернатор, бывший губернатор Вирджинии, решил отложить ребенка, а затем решить, что с ним делать. Так что он готов, как мы говорим, вырвать ребенка из утробы на девятом месяце и убить его. Никто не хочет, чтобы это произошло. Ни демократы, ни республиканцы. Никто не хочет, чтобы это произошло. Ты лжешь. Это просто неправда. Закон Роу против Вейда этого не предусматривает. Это не то обстоятельство. Только если жизни женщины угрожает опасности, она может умереть. Это единственное обстоятельство, при котором это может произойти. Но мы не сторонники абортов на поздних сроках. Точка, точка, точка. Согласно закону Роу против Вейда, у вас есть право на аборт на поздних сроках. Вы можете делать все, что захотите. В зависимости от штата вы можете сделать все, что захотите. Мы не думаем, что это хорошо. Мы считаем, что это радикальная вещь. Мы считаем, что радикалами являются демократы, а не республиканцы. В течение 51 года это был закон. 51 год конституционная наука говорила, что это правильный путь. И его отменили, потому что этот парень поставил в Верховный суд очень консервативных членов. Он ставит это себе в сослугу. Но что он собирается делать? Что он собирается делать, если республиканцы мага его изберут? И республиканцы мага будут контролировать Конгресс? И поэтому примут всеобщий запрет на аборты, причем на всех сроках. 6 недель, 7, 8, 10 или еще меньше. Он подпишет этот законопроект? Я наложу на него вето. А он подпишет его. Спасибо. Давайте перейдем к вопросу об иммиграции и безопасных границ. Президент Байден, при вас рекордное количество мигрантов нелегально пересекло южную границу, переполнив приграничные штаты и перегрузив такие города, как Нью-Йорк и Чикаго, а в некоторых случаях вызвав реальные проблемы с безопасностью и охраной. Учитывая это, почему избиратели должны доверять вам решение этого кризиса? Потому что мы очень упорно работали над двухпартийным соглашением, которое не только изменило все это, но и обеспечило ситуацию, при которой не будет таких обстоятельств, когда они могли бы пересечь границу с тем количеством пограничной полиции, которая у нас есть. Мы значительно увеличили число сотрудников пограничной полиции. Значительно. И создали убежище. Кстати, пограничный патруль поддержал меня, поддержал мою позицию. Кроме того, когда Трамп был президентом, он отделял младенцев от их матерей, сажал их в клетки, следил за тем, чтобы семьи были разделены. Это неправильный путь. Когда я изменил закон, что произошло? Я изменил его так, что теперь на 40% меньше людей пересекают границу нелегально. Это лучше, чем когда он покидал свой пост. И я собираюсь продолжать двигаться в том же духе до тех пор, пока мы не добьемся полного запрета на общую инициативу относительно того, что мы собираемся сделать с помощью увеличения числа пограничников и сотрудников службы убежища. Президент Трамп? Я действительно не понял, что он сказал в конце этого предложения. Думаю, он и сам не понимает, что сказал. Послушайте, у нас была самая безопасная граница в истории нашей страны. Все, что ему нужно было сделать, это оставить ее в покое. Оставить ее как есть. Но он решил открыть ее, открыть нашу страну для людей из тюрем, людей из психиатрических лечебниц, психушек, террористов. Сейчас в нашу страну прибывает самое большое количество террористов. Все террористы по всему миру, не только в Южной Америке, по всему миру. Они приезжают с Ближнего Востока, отовсюду. Они проникают в нашу страну. А этот парень просто оставил границу открытой. И ему не нужен закон, потому что у меня не было закона. Я просто сказал, закройте границу. И у нас была самая безопасная граница в истории. В последние пару месяцев моего президентства у нас была самая безопасная граница. Если верить пограничникам, которые прекрасно себя чувствовали и, кстати, поддержали меня на выборах президента, а не поддержали меня, просто поговорите с ними. Но послушайте, у нас была самая безопасная граница в истории. Теперь у нас худшая граница в истории. Никогда не было ничего подобного. и люди умирают повсюду, в том числе и те, которые сюда бегут. Спасибо, президент Трамп. Единственный террорист, который что-то сделал, пройдя через границу, это тот, который пришел и убил троих. И это было при его администрации. Человек из Аль-Каиды пришел сюда и убил трех американских солдат. Это единственный террорист, что там был. Я не утверждаю, что ни один террорист так и не смог пройти через границу при мне. Но то, что мы принимаем людей из иностранных тюрем, это неправда. Нет никаких данных, которые подтвердят его слова. И снова он преувеличивает. Он лжет. Президент Трамп, продолжая тему иммиграции, вы заявили, что собираетесь провести, цитата, «крупнейшую в истории Америки операцию по депортации внутри страны». Означает ли это, что вы депортируете всех нелегальных иммигрантов в Америке, включая тех, у кого есть работа, включая тех, чьи супруги являются гражданами, и тех, кто живет здесь десятилетиями? И если да, то как вы это сделаете? Секундочку. Он сказал, что мы убили трех человек. Люди, которых мы убили, это Аль-Багдаде и Соломане, два величайших террориста, самые крупные террористы в мире. И это оказало огромное влияние на все, не только на нашу границу. Именно Байден убивает людей плохой водой. От этого умирают сотни тысяч наших граждан. Наших граждан убивают в Нью-Йорке, в Калифорнии, во всех штатах Союза, потому что у нас больше нет границы. Теперь каждый штат сам себе граница. Из-за его нелепой, безумной и очень глупой политики, люди прибывают сюда потоком и убивают наших граждан в таких масштабах, каких мы никогда раньше не видели. Республиканцы называют это преступностью мигрантов. Я называю это Байдена-мигрантской преступностью. Они убивают наших граждан на таком уровне, какого мы еще не видели. И вот эта недавняя история с тремя потрясающими молодыми девушками. С одной из них я только что разговаривал с матерью, и она только что похоронила 12-летнюю девочку. 12 лет. Это ужасно. Что происходит? Что происходит в нашей стране? Мы буквально превратились в нецивилизованную страну. Байден не хочет, чтобы так было. Он просто не знает об этом. Он открыл границы. Никто никогда не видел ничего подобного. И мы должны вывести многих из этих прибывших людей, вывести их быстро, потому что они собираются разрушить нашу страну. Просто посмотрите, где они живут. Они живут в роскошных отелях в Нью-Йорке и других местах. Наши ветераны живут на улице. Они умирают, потому что ему наплевать на наших ветеранов. Ему наплевать. Он вообще не любит военных. И ему наплевать на наших ветеранов. Никто из наших президентов не был хуже. У меня был самый высокий рейтинг одобрения среди ветеранов. Я заботился о них. А у него самый худший рейтинг среди них. Он избавился от всего, что одобрил я. Все, что я провел через Конгресс. От всего, что я одобрил. Байден отменил это все. У нас были самые высокие показатели, которые он сократил вдвое. Потому что он отменил все эти замечательные вещи, которые мы сделали. И я думаю, что он сделал это только потому, что их одобрил я. Что безумно. Но он убил так много наших граждан, открыв нашу южную границу. Это печальная страница нашей истории. Все, что он сказал, ложь. Все до последнего слова. Например, ветеранам стало намного лучше после того, как я принял акт об их поддержке. У миллиона из них теперь есть страховка. И она есть у их семей. Их семьи имеют страховку на любой возможный случай. Она покрывает все. Мы также находимся в ситуации, когда ветераны пользуются большим уважением. Мой сын провел год в Ираке, получив там токсичное поражение и вернулся с глиобластомой четвертой стадии. Недавно я был во Франции на годовщине высадки в Нормандии. И я говорил о тех героях, которые там погибли. Я побывал на кладбище Второй Мировой. На кладбище Первой Мировой, куда он отказался ехать. Он стоял там со своим четырехзвездным генералом и сказал мне, «Я не хочу туда идти, потому что они кучка неудачников и лохов. Мой сын не был неудачником, не был лохом. Это ты лох, ты неудачник». Во-первых, он выдумал эту фразу про лохов и неудачников. Они ее выдумали. Это было в третисортном журнале, который уже терпит неудачу, как и многие из них. Это он придумал. Он разместил ее в рекламе. Есть 19 свидетелей, которые сказали, что я этого не говорил. И подумайте об этом. Кто вообще скажет такое на кладбище при ветерана? Потому что никто не заботится о них лучше, чем я. Я так рад, что это всплыло, и он понял эту тему. Кто может подумать, что в присутствии генералов и других я могу назвать их неудачниками и лохами? У нас есть 19 человек, которые сказали, что я этого не говорил. Это было придумано им. Так же, как и все остальное. Про Россию, про 51 агента разведки, про историю с 16 экономистами, что ноутбук Хантера Байдена был дезинформацией России. Он не был. Он реально принадлежал его сыну. Это была не российская дезинформация. И он придумал, что я сказал фразу про лохов и неудачников. Так что он должен извиниться прямо сейчас. С вами стоял четырехзвездный генерал, это был ваш сотрудник, который сказал, что вы сказали это. И точка. Это первое. И номер два. Идея, что я должен извиняться перед вами за что бы то ни было. Мы сделали для ветеранов больше, чем любой президент за всю историю Америки. И теперь они в своей семье. Единственная священная обязанность, которая лежит на нас, как на стране, заботиться о наших ветеранах, когда они возвращаются домой, об их семьях и снаряжать их, когда они отправляются на войну. Именно этим мы и занимаемся. Именно этим сейчас занимается министерство. Они делают для ветеранов больше, чем когда-либо в нашей истории. Хорошо. Большое спасибо. Давайте перейдем к теме внешней политики. Я хочу начать с войны России против Украины, которая длится уже третий год. Бывший президент Трамп, президент России Владимир Путин говорит, что прекратит эту войну только в том случае, если Россия сохранит за собой украинские территории, на которые она уже претендует, а Украина откажется от стремления вступить в НАТО. Приемлемы ли эти условия для вас? Прежде всего, наши ветераны и солдаты не выносят Байдена. Они его терпеть не могут. Они считали его худшим главнокомандующим, если его можно так назвать. Который когда-либо у нас был, они его терпеть не могут. Так что давайте разберемся. Я им нравлюсь больше, чем любой из них. И это основано на каждой крупице информации. Что касается России и Украины. Если бы у нас был настоящий президент, президент которого Путин уважал бы, он бы никогда не вторгся в Украину. Сейчас погибло много людей. Гораздо больше, чем люди думают. Знаете, они говорят о цифрах. Вы можете удвоить эти цифры, а может даже утроить. Байден ничего не сделал, чтобы остановить это. И на самом деле, я думаю, он поощрял Россию на вторжение в Украину. Я расскажу вам, что произошло. Он очень плохо справился с Афганистаном. Это был такой ужасный позор. Самый позорный момент в истории нашей страны. Когда Путин смотрел на это, то увидел некомпетентность. Байден должен был уволить этих генералов, как я уволил того, которого он упомянул. Ни один генерал не был уволен за самый позорный момент в истории США. Афганистан. Где мы оставили оборудование на миллиарды долларов. Мы потеряли там прекрасных солдат. 38 солдат были уничтожены. И, кстати, мы оставили позади и людей. Мы оставили американских граждан. Когда Путин увидел это, он сказал, «Знаете что? Я думаю, мы войдем и, возможно, возьмем свое». Это была его мечта. Я говорил с ним об этом, о его мечте. Разница в том, что он никогда бы не вторгся в Украину. Никогда. Точно так же, как и Хамас никогда бы не напал на Израиль. Знаете почему? Потому что Иран при мне был банкротом. Я не позволял никому вести с ними дела. У них закончились деньги. Они были на мели. У них не было денег на Хамас. У них не было денег ни на что. Ни на террор. Вот почему во время моего правления у вас не было никакого террора. Сейчас под ним весь мир горит. Президент Байден? За всю свою жизнь не слышал столько малахольных слов. Давайте разберемся с последним пунктом. Иран напал на американские войска. Причинил повреждение мозга нескольким военнослужащим. И Трамп ничего не сделал, когда был президентом. Вот они напали, а он сказал, что у них просто болит голова. Вот и все. Мы ничего не сделали, когда произошло нападение. Во-первых. Во-вторых, мы вывезли из Афганистана более 100 тысяч американцев и других людей во время воздушной переброски. И в-третьих, мы оказались в такой ситуации не просто так. Если вы посмотрите на то, что делал Трамп в Украине, этот парень буквально сказал Путину, делай, что хочешь и как хочешь. Именно это Трамп и сделал, чтобы поощрить его. Делай, что хочешь. И он вторгся в страну. Послушайте, что Путин сказал, когда вошел в Украину. Он собирался взять Киев за пять дней. Помните? Потому что это часть старого Советского Союза. Вот что он хотел восстановить. А на самом деле у него ничего не получилось. Он не смог. Не сумел этого сделать. И они потеряли тысячи. Тысячи солдат. 500 тысяч солдат. Президент Трамп, я просто хочу вернуться к моему первоначальному вопросу, который заключается в том, являются ли условия Путина приемлемыми для вас, сохраняя захваченную в Украине территорию. Нет, они неприемлемы. Неприемлемы. Но послушайте, это война, которая никогда не должна была начаться, если бы у нас был настоящий лидер. Он оставил их наедине. Сейчас он выделил Украине 200 миллиардов долларов или даже больше. Он дал 200 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Я думаю, никогда в истории подобного не было. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в эту страну, он уезжает суммой в 60 миллиардов долларов. Он величайший продавец на свете. И я его не осуждаю. Я лишь говорю, что деньги, которые мы тратим на эту войну, мы не должны были тратить, потому что ее вообще не должно было быть. Я улажу эту войну между Путиным и Зеленским, как избранный президент, еще до того, как вступлю в должность 20 января. Я улажу эту войну. Людей убивают глупо и не нужно. И я улажу это, улажу быстро, до того, как вступлю в должность. Президент Байден, у вас есть минутка. Дело в том, что Путин военный преступник. Он убил тысячи и тысячи людей. И он ясно дал понять одну вещь. Он хочет восстановить то, что было частью Советской империи. И не только частью. Ему нужна вся Украина. Вот чего он хочет. И как вы думаете, остановится ли он на этом? Как вы думаете, остановится ли он, если возьмет Украину? Как вы думаете, что будет с поляками? Что вы думаете о Беларуси? Что, по-вашему, произойдет с этими странами НАТО? Так что, если вы не хотите войны, вам следует выяснить, что он собирается делать. Потому что, если на самом деле он сделает то, что говорит, и не уйдет... И, кстати, все эти деньги, которые мы даем Украине за оружие, которые мы производим здесь, в США, мы даем им оружие, а не деньги на данный момент. А наши союзники по НАТО выделили Украине столько же средств, сколько и мы. Вот почему мы сильны. Переходим к Ближнему Востоку. В октябре Хамас напал на Израиль, убив более тысячи человек и захватив сотни заложников. Среди тех, кто был захвачен и, как считается, еще жив, пять американцев. В результате ответных действий Израиля погибли тысячи палестинцев. А в Газе разразился гуманитарный кризис. Президент Байден, вы выдвинули предложение по урегулированию этого конфликта. Но до сих пор Хамас не освободил оставшихся заложников, а Израиль продолжает военное наступление в Газе. Какие дополнительные рычаги вы будете использовать, чтобы заставить Хамас и Израиль прекратить войну? У вас есть две минуты. Во-первых, все, начиная с Совета Безопасности ООН, Большой Семерки и заканчивая израильтянами и самим Нетаньяху, одобрили план, который я выдвинул. Одобрили план, который состоит из трех этапов. Первый этап – обмен заложниками для прекращения огня. Второй этап – прекращение огня с дополнительными условиями. И третий этап – это конец войны. Единственный, кто хочет продолжения войны – это Хамас. Они единственные, кто стоит в стороне. И мы продолжаем упорно добиваться их согласия. А что произошло за это время? В Израиле мы обнаружили, что единственное, в чем я ему отказал, – это 2000 фунтовые бомбы. Они не очень хорошо работают в населенных пунктах. Они убивают много невинных людей. Мы предоставляем Израилю все необходимое оружие. И тогда, когда оно ему нужно. И, кстати, именно я организовал весь мир против Ирана, когда они нанесли удар по Израилю межконтинентальными баллистическими ракетами. Никто не пострадал. Один израильтянин был случайно убит, и все прекратилось. Мы спасли Израиль. Мы оказываем Израилю самую большую поддержку из всех стран мира. И это две разные вещи. Нельзя допустить, чтобы Хамас продолжал существовать. Мы продолжаем посылать наших экспертов и разведчиков, чтобы они узнали, как можно достать Хамас. Как мы сделали это с Бен Ладеном. И, кстати, они сильно ослабили Хамас. Сильно ослабили. И они должны быть ослаблены. Они должны быть уничтожены. Но вы должны быть осторожны с использованием определенного оружия в населенных пунктах. На секунду вернемся к Украине. Нас разделяет океан. Европейские страны вместе потратили 100 миллиардов. Может, чуть больше. Но меньше, чем мы. Почему бы Байдену не позвонить им и не сказать, вы должны внести свои деньги, как это делал я? Я заставил их выделить сотни миллиардов долларов. Генеральный секретарь НАТО сказал, что Трамп проделал самую невероятную работу, которую я когда-либо видел. У них практически ничего не было. И все заканчивалось. Почти 100% денег, что они тратили, были нашими. Но Байден этого не сделал. Вы должны попросить этих людей дать свои деньги. Мы потратили на 100 миллиардов больше. И это оказывает на них большее влияние из-за расположения, потому что между нами океан. Что касается Израиля и Хамаса, то Израиль единственный, кто хочет продолжения. Байден сказал, что единственный, кто хочет продолжать, это Хамас. На самом деле это Израиль. И вы должны отпустить его и дать ему закончить его работу. Но Байден не хочет этого делать. Он стал похож на палестинца. Но они его не любят, потому что он очень плохой палестинец. Он слабый. Президент Байден, у вас есть минутка. Я никогда не слышал столько глупостей. Это парень, который хочет выйти из НАТО. Вы собираетесь остаться в НАТО? Но он собирается выйти из него. Идея, которая у нас есть, заключается в том, что наша сила заключается в нашем альянсе. Да, может и океан тоже, но благодаря этому нам удалось избежать войны в Европе. Что произойдет, если Путин продолжит вторжение в НАТО? У нас есть соглашение по статье 5. Нападение на одного – это нападение на всех. Хотите начать ядерную войну, о которой он все время говорит? Вперед! Позвольте Путину захватить всю Украину. А затем он перейдет к Польше и другим местам. Посмотрим, что произойдет. Трамп не имеет понятия, о чем, черт возьми, говорит. И, кстати, я заставил 50 других стран мира поддержать Украину, включая Японию и Южную Корею, потому что они понимают, что подобный разброд несет серьезную угрозу миру во всем мире. Ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось сдержать только лишь в Европе. Президент Трамп, продолжение темы. Вы бы поддержали создание независимого палестинского государства для достижения мира в регионе? Я бы подумал над этим. Но прежде чем мы это сделаем, у нас есть проблема. Мы тратим все деньги, и они убивают нас в торговле. Я заключил отличные торговые сделки с европейскими странами, потому что если сложить их вместе, экономически они примерно одного размера с нами. Их экономика примерно такого же размера, как и экономика Соединенных Штатов. Им не нужно было ничего из того, что у нас есть. Но мы должны были покупать их машины, еду, сельское хозяйство и все, что у них есть. Я изменил это. Но главное, что я изменил, это их нежелание платить. И единственная причина, по которой он может теперь играть с НАТО, заключается в том, что я заставил их заплатить сотни миллиардов долларов. Я сказал, и в этом он прав. Я сказал, нет, я не буду поддерживать НАТО, если вы не будете платить. Они задали мне этот вопрос, будете ли вы защищать нас от России? Это было на очень секретной встрече 28 государств. И я ответил, нет, если вы не заплатите, я не буду это делать. И знаете, что произошло? Миллиарды и миллиарды долларов потекли на следующий день и в последующие месяцы. Но сейчас мы в том же положении, мы платим за всех. Давайте перейдем к вопросу о демократии. Бывший президент Трамп, я хочу спросить вас о 6 января 2021. После того, как в тот день вы сплотили своих сторонников, некоторые из них ворвались в Капитолий, чтобы остановить предусмотренные конституции под счет голосов выборщиков, будучи президентом, вы дали клятву, цитирую, «сохранять, охранять и защищать конституцию». Что вы скажете избирателям, которые считают, что вы нарушили эту клятву своими действиями и бездействием 6 января, вы сделаете это снова. Но я не думаю, что многие в это верят. И позвольте мне рассказать вам о 6 января. 6 января у нас была отличная граница. Никто не проникал через нее. Очень немногим это удавалось. 6 января мы были энергетически независимы. 6 января у нас были самые низкие налоги за всю историю. У нас был самый низкий уровень регулирования. 6 января нас уважали во всем мире. Во всем мире нас уважали. А потом приходит Байден и нам говорят, что мы кучка тупых людей. То, что произошло с репутацией США под руководством этого человека, это просто ужасно. Включая в эпонизацию, о которой, я уверен, в какой-то момент вы тоже будете говорить, когда он начинает преследовать своего политического оппонента, потому что не может победить его честно и справедливо. У вас осталось 80 секунд. Мой вопрос заключался в том, что вы скажете тем избирателям, которые считают, что вы нарушили свою конституционную присягу своими действиями 6 января 2021-го и опасаются, что вы сделаете это снова. Я никому это даже не предлагал. Я сказал, нужно делать это мирно и патриотично. А Нэнси Пелоси, если вы только что посмотрели новости двухдневной давности, записанные на пленку ее дочерью, которая снимает документальные фильмы, сказала мне, О нет, это моя ответственность. Я предложил ей 10 тысяч солдат или национальную гвардию, и она отказалась. И мэр, кстати, письменно отказался. Мэр округа Колумбия отказался. Я предложил 10 тысяч солдат, потому что видел, что мне практически нечего делать. Они попросили меня выступить с речью, и я видел, что происходит. Все говорили, что будут там 6 января. Они будут там. И я сказал, знаете что, придет очень много людей. Вы чувствуете это. И вы это чувствовали. И я сказал, что там точно нужна какая-нибудь национальная гвардия или что-то в этом роде. Я предложил ей это тогда. Теперь она признает, что отказалась. Может, это делает ее лгуньей. Но тогда она сказала, я беру на себя всю ответственность за 6 января. Президент Байден? Послушайте, он призывал этих людей идти на Капитолийский холм. Во-первых, я сидел в столовой рядом с овальным кабинетом. Он сидел там три часа. Три часа просто смотрел. Его умоляли вице-президент и ряд его коллег с республиканской стороны сделать что-нибудь. Призвать остановиться и прекратить это. Вместо этого он говорил о том, что эти люди патриоты и великие покровители Америки. Более того, он говорит, что теперь простит их за то, что они сделали. Они были осуждены. А он говорит, что хочет смягчить им приговор. Он обратился во все суды страны. Я не знаю, сколько дел. Наверное, это десятки дел, включая Верховном суде. И они говорили, что нет, нет, этот парень несет ответственность за то, что было сделано. Он совершил чертову вещь. И эти люди должны сидеть в тюрьме. И именно они должны нести ответственность. А он хочет выпустить их всех на свободу. Что будет, если такой нытик, как он, проиграет? Это может закончиться кровавой баней. Спасибо, президент Байден. Президент Трамп? Вам должно быть стыдно за то, что вы сделали. За то, как вы разрушили жизни стольких людей. Когда они разрушали Портленд. Когда они разрушили многие другие города. Поезжайте в Миннесоту, Миннеаполис. Что они там натворили с пожарами по всему городу? Если бы я не вел национальную гвардию, город был бы уничтожен. Если посмотреть на все это, они захватили большие куски Сиэтла. Я был готов вести национальную гвардию. Они услышали, увидели, что они идут. И немедленно ушли. Как я и сказал, все должно быть мирно и патриотично. И еще одно. Избирательный комитет, состоящий, по сути, из двух ужасных республиканцев, которых уже нет на посту, и демократов, уничтожил и удалил всю информацию, которую они нашли. Потому что выяснил, что мы были правы. Мы были правы. А они удалили и уничтожили всю информацию. За это они должны сесть в тюрьму. Президент Байден, я хочу дать вам минуту. Единственный человек на этой сцене — осужденный преступник. Это человек, на которого я сейчас смотрю. И дело в том, что он не является таковым. Или что то, что он говорит, просто неправда. Дело в том, что с его стороны не было никаких попыток остановить то, что происходило на Капитолийском холме. И все эти люди, каждый из тех, кто был осужден, заслуживает того, чтобы быть осужденными. Идея о том, что они не убивали кого-то, а просто пришли и выломали двери, разбили окна, заняли офисы, перевернули столы, статуи. Идея о том, что эти люди патриоты. Да ладно. Когда я спросил его, вы осудите их, он ответил, нет, я скажу им, чтобы они поддерживали эту идею. Он отказывается осудить их. Вы осудите этих парней? Мы осуждаем тех, о ком говорим сейчас. Мы осуждаем людей, которые нападают на Капитолий. Так что вы собираетесь делать? Я оставлю вас на минуту, президент Трамп, чтобы задать следующий вопрос. После того, как в прошлом месяце присяжные признали вас виновным в 34 преступлениях, вы сказали, что в случае переизбрания у вас будет, цитата, «полное право преследовать ваших политических оппонентов». Вы только что говорили о том, что члены избирательного комитета от 6 января отправятся в тюрьму. Ваш главный политический оппонент стоит сегодня на сцене вместе с вами. Можете ли вы пояснить, что именно означает ваше мнение о том, что вы имеете полное право преследовать своих политических оппонентов? Ну, я сказал, что моим возмездием будет успех. Мы снова сделаем эту страну успешной, потому что сейчас это страна неудачников. Мое возмездие будет в успехе. Но когда он говорит об осужденном преступнике, его сын осужденный преступник очень высокого уровня. Его сын осужден и, возможно, будет осужден еще много раз и должен быть осужден. Но его министерство юстиции допустило истечение срока давности по самым важным делам. Но Байден может стать осужденным преступником, как только покинет свой пост. Джо может быть осужден за все, что он отворил. Он совершил ужасные вещи, все эти смертельные случаи на границе, когда он говорил украинскому народу, что если вы хотите миллиард долларов, то поменяете прокурора. Иначе вы не получите миллиард долларов. Мы не дадим вам миллиард долларов, если вы не смените прокурора, который связан с сыном президента Байдена. Этот человек преступник. Я лично не сделал ничего плохого. А вся эта система подтасованная и отвратительная. Я не сделал ничего плохого. Спасибо, президент Трамп. Президент Байден, я даю вам минуту на ответ. Мысль о том, что я сделал что-то плохое из того, о чем вы говорите, просто возмудительна. Это просто ложь. Это первое. Второе. Идея о том, что вы имеете право мстить любому американцу только потому, что ваш президент не прав, просто ошибочно. Ни один президент никогда не говорил так. Ни один президент в нашей истории не говорил так раньше. Третье. Преступления, в которых вы все еще обвиняетесь. И подумайте о всех этих гражданских штрафах, которые вы имеете. Сколько миллиардов долларов вы должны в качестве гражданских штрафов за то, что приставали к женщине на публике? За целый ряд вещей. За секс с порнозвездой в ночь, когда ваша жена была беременна. Я имею в виду, о чем вы вообще говорите? У вас мораль, как у уличного кота. Дайте свой ответ. У меня не было секса с порнозвездой. Первое. Второе. Это дело было начато и перенесено. Они перевели высокопоставленного чиновника из Миньюста в прокуратуру Манхэттена, чтобы начать это дело. Это дело будет обжаловано и выиграно. У нас был очень ужасный судья. Демократ. Все прокуроры были высокопоставленными демократами, назначенными его людьми. И по гражданским, и по уголовным делам. В основном он преследовал своего политического оппонента, потому что думал, что это повредит мне. Но когда общественность узнала об этих делах, потому что они понимают это лучше, чем он, а он понятия не имеет, что это за дела. После этого мои показатели в вопросах значительно выросли. Вы это знаете, потому что сообщаете об этом. И за последние две недели мы получили больше денег, чем когда-либо в истории любой президентской компании. Я не думаю, что какая-либо компания когда-либо получала сотни миллионов долларов. Потому что общественность знает, что все его дела против меня это мошенничество. И что этот парень преследует своего политического оппонента, потому что не может победить честно и справедливо. Спасибо, президент Трамп. Президент Байден, вы сказали, цитирую, что Дональд Трамп и его республиканцы-мага намерены уничтожить американскую демократию. Верите ли вы, что десятки миллионов американцев, которые, скорее всего, проголосуют за президента Трампа, будут голосовать против американской демократии? Чем больше они узнают о том, что он сделал, да. А ведь это еще даже не конец. У него впереди еще много дел. У него есть целый ряд проблем, с которыми ему придется столкнуться. Я не знаю, как поступят присяжные, но я знаю, что у него есть реальная проблема. Вы когда-нибудь слышали, чтобы какой-нибудь президент сказал, что я буду искать возмездие? Вы когда-нибудь слышали, что какой-нибудь президент сказал, я думаю, что у Гитлера были хорошие идеи? То, что заставило меня участвовать в выборах в первую очередь, это смерть сына из Ирака. Я тогда и решил. Но я сказал, что не собираюсь снова участвовать в выборах, пока не увидел, что произошло в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Люди выходили из леса со свастикой на факелах, в фонарях и пели ту же антисемитскую желчь, которую они пели в Германии. И что же произошло? Молодая женщина была убита. Я разговаривал с ее матерью. Затем уже спросили Трампа, что ты думаешь об этих людях? Людях, которые убивали, людях, которые убили и тех, кто пытался их остановить. Он сказал, я думаю, что это хорошие люди с обеих сторон. Какой американский президент когда-нибудь скажет, что нацисты, выходящие из полей, несущие факелы, поющие антисемитскую желчь и несущие свастику, это прекрасные люди? Это парень, который говорит, что Гитлер сделал несколько хороших вещей. Я хотел бы знать, какие именно. Какие хорошие вещи, которые сделал Гитлер? Что это? У Трампа нет никакого представления об американской демократии. Джейк, вы оба знаете, что эта история была полностью развенчана. Потому что, когда вы видите приговор, в нем говорится о стопроцентном оправдании. Так что он просто продолжает в том же духе. Он говорит, что баллотировался из-за Шарлоттсфилля. Он баллотировался не из-за него. Он баллотировался, потому что это был его последний шанс. Он не приспособлен быть президентом. И вы это знаете. И я знаю, что это смешно. У нас дебаты. Мы пытаемся оправдать его президентство. Но его президентство, без сомнения, худшее в истории нашей страны. Мы не должны дебатировать об этом. Здесь нечего обсуждать. Он выдумал историю с Шарлоттсфиллем. И вы видите, что она повсюду развенчана. Каждый ведущий, каждый здравомыслящий актер развенчал ее. А буквально на днях вышла статья, где она была полностью развенчана. Это вздорная история. И он это знает. И он выдвинул свою кандидатуру не из-за Шарлоттсфилля. Он использовал это как предлог, чтобы баллотироваться. Развенчана? Это было на самом деле. Достаточно послушать, что говорилось в то время. Поэтому я баллотировался. Потому что боялся, что такой парень, как этот, может стать президентом. Если он думает, что это хорошие люди, которые выходят из того леса, несут эти свастики, факелы, то он не заслуживает быть президентом. Вообще не заслуживает быть президентом. И то, что он говорит о том, что это все сфабриковано. Мы видели это своими глазами. Мы видели, что произошло 6 января. Мы видели, как люди ломились из окна. Мы видели, как люди захватывали собственного вице-президента. Не зря же 40 из 44 членов его кабинета отказались поддержать его в этот раз. Его вице-президент не поддержал его в этот раз. Почему? Почему? Они хорошо его знают. Они служат вместе с ним. Почему они не поддерживают его? Спасибо, президент Байден. Мы скоро вернемся и расскажем о президентских дебатах на CNN. Добро пожаловать на президентские дебаты CNN в прямом эфире из Джорджии. Давайте поговорим о постоянных проблемах, с которыми вы оба столкнулись в свой первый срок. И с которыми вы, несомненно, столкнетесь во второй. Президент Байден, хотя безработица среди чернокожих снизилась до рекордно низкого уровня во время вашего президентства, чернокожие семьи по-прежнему зарабатывают гораздо меньше, чем белые. Чернокожие матери по-прежнему в три раза чаще умирают от причин, связанных с беременностью. А чернокожие американцы попадают в тюрьму в пять раз чаще, чем белые. Что вы скажете чернокожим избирателям, которые разочарованы тем, что вы не добились большего прогресса? Они признают, что мы добились большого прогресса. Во-первых, на самом деле было открыто больше малых бизнесов черными людьми, чем когда-либо в истории. Второе. Уровень безработицы среди чернокожих самый низкий за долгое время. В-третьих, мы сталкиваемся с проблемой обеспечения чернокожих американцев жильем и сегрегацией, существующей среди корпораций, которые сговорились не пускать людей в свои дома. Кроме того, мы обнаружили, что выбор, который приходится делать черным семьям в отношении ухода за детьми, невероятно труден. Когда мы принимали первый крупный законопроект в прошлом, мне удалось снизить расходы чернокожих на уход за детьми, сократить их вдвое, в два раза. Мы должны быть уверены, что обеспечим расходы на уход за детьми. Мы должны убедиться в том, что когда мы обеспечиваем защиту детских учреждений, мы увеличиваем экономический рост, потому что больше людей могут быть на рынке труда. Так что еще очень многое предстоит сделать, значительно больше. Но на сегодняшний день мы сделали очень много, и я не собираюсь сдаваться, и они это знают. У вас осталось 49 секунд. Что вы скажете чернокожим избирателям, которые разочарованы достигнутым прогрессом? Я скажу, что не виню их за то, что они разочарованы. Инфляция все еще причиняет им серьезный ущерб. Например, я поддержал идею о том, что любая чернокожая семья, впервые покупающая жилье, должна получить налоговый кредит в размере 10 тысяч долларов на покупку своего первого дома, чтобы они могли начать жить. Я добился того, чтобы все эти черные семьи и чернокожие люди, которым пришлось брать раздувающиеся студенческие кредиты, если они занимаются сестринским делом и волонтерством, и если они в течение 10 лет оплачивают свои счета по студенческому долгу, то через 10 лет все остальное им прощается. Этим воспользовались миллионы людей, и мы собираемся сделать для чернокожих семей гораздо больше. Спасибо. Президент Трамп? Он причина инфляции. Он обвиняет во всем инфляцию, и он прав. С ней все очень плохо. Он вызвал инфляцию, и она убивает черные семьи, латиноамериканские семьи и почти всех. Она убивает людей. Они больше не могут покупать продукты. Они не могут. Посмотрите на стоимость продуктов. Она удвоилась, утроилась, увеличилась в 4 раза. Они не могут жить, они больше не живут. Он вызвал эту инфляцию. Я дал ему страну, где инфляции практически не было. Она была идеальной. Все было так хорошо. Все, что ему нужно было сделать, это оставить ее в покое. Но он разрушил ее своей аферой с зелеными новостями и всеми остальными деньгами, которые выбрасываются в окно. Он вызвал инфляцию. Если вы сомневаетесь в том, что он убил чернокожих, то миллионы людей, которым он разрешил въезжать через дырявую границу, теперь занимают рабочие места этих чернокожих. Это может быть 18, 19, даже 20 миллионов человек. Они занимают рабочие места чернокожих и латиноамериканцев. И вы еще этого не видели. Но скоро увидите нечто худшее в нашей истории. Спасибо. Президент Байден? Когда я стал президентом, инфляции не было. Знаете почему? Экономика лежала на спине. Безработица составляла 50%. Он развалил экономику. Абсолютно. Вот почему в то время не было инфляции. Не было рабочих мест. Мы обеспечили тысячи, даже миллионы рабочих мест для людей, которые жили в общинах, в том числе для меньшинств. Мы позаботились о том, чтобы у них была медицинская страховка. Мы обеспечили страхование, если ACA увеличит его. Я позаботился о том, чтобы на каждого человека в семье приходилось 8 тысяч долларов, которые можно было бы списать на медицинское обслуживание. Но Трамп хочет это отменить. Они уже пытались это сделать 50 раз. Он снова хочет избавиться от программы ACA. И они снова попытаются это сделать, если победят. Мы поставили на улицы больше полиции, чем любая другая администрация. Он же хочет их сократить. Мы обеспечиваем равенство, справедливость и заботимся о том, чтобы у людей был шанс добиться успеха. Много чего происходит. Но инфляция – это его рук дело. Он сам вызвал ее огромным количеством денег, чтобы справиться с пандемией. Спасибо. Еще один постоянный вызов – это климатический кризис. 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. И люди по всей стране сталкиваются с разрушительными последствиями экстремальной жары, усиливающимися лесными пожарами, мощными ураганами и повышением уровня моря. Бывший президент Трамп, вы поклялись положить конец климатическим инициативам вашего оппонента. Но предпримите ли вы какие-либо действия в качестве президента, чтобы замедлить климатический кризис? Позвольте мне вернуться к тому, что он сказал о полиции, о том, насколько близка к нему полиция. Почти каждая полицейская группа в стране, в каждом штате поддерживает Дональда Трампа. Почти каждая полицейская группа. И то, что он сделал с чернокожим населением, ужасно. Включая тот факт, что в течение 10 лет он называл их суперхищниками. Мы не можем снова жить в 90-х. Суперхищник — это его имя. Но он называл их так на протяжении 10 лет. И они очень обижались на это. И теперь они видят, что происходит. Но когда они видят, что я сделал для реформы уголовного правосудия и для исторически черных колледжей и университетов, где я финансировал их и добился того, чтобы они все были профинансированы и получили зоны возможностей с Тимом. Как вы знаете, Тим Скотт был невероятным. Он проделал огромную работу. Отличный сенатор от Южной Каролины. Он пришел ко мне с этой идеей. И это была отличная идея. Это один из самых успешных законов об экономическом развитии в стране. Зоны возможностей. И самые большие бенефициары — это чернокожие. Вот почему у нас самые высокие рейтинги у них, возможно, за всю историю. Байден же потерял большую часть чернокожего населения, потому что он проделал ужасную работу для них. Он также проделал ужасную работу для латиноамериканцев. Но когда вы видите, что в нашу страну хлынули миллионы людей, которые собираются занять рабочие места, и это уже началось, это катастрофа. У вас осталось 38 секунд. Президент Трамп, предпримите ли вы какие-либо действия в качестве президента, чтобы замедлить климатический кризис? Я хочу абсолютно безупречно чистую воду и абсолютно чистый воздух. И у нас это было. У нас была H2O. У нас были лучшие показатели за всю историю. Мы использовали все виды энергии, все формы, все. И все же за 4 года работы у меня были самые лучшие показатели по экологии. И мои лучшие специалисты по экологии дали мне ту статистику как раз перед тем, как я вышел на сцену. Я не знаю, где, черт возьми, он был. В танке, что ли? Я принял самый обширный, самый масштабный закон об изменении климата за всю историю. Мы оказались на грани. И, кстати, для черных колледжей я выделил 15 миллиардов долларов. Для исторических черных университетов и колледжей, потому что у них их не было. У них нет таких спонсоров, которые необходимы для строительства этих лабораторий и тому подобного. Любой чернокожий студент способен в колледже сделать то, что может сделать любой белый. Теперь у них есть деньги, и он сможет получить работу в сфере высоких технологий. Мы находимся в ситуации, когда Трамп утверждает, что сделал что-то, и что у него самая чистая вода, самый чистый воздух, но он ни черта не сделал в области экологии. Он вышел из Парижского мирного соглашения. Из соглашения по климату. Я же немедленно присоединился к нему, потому что если мы достигнем роста в полтора градуса по Цельсию, пути назад не будет. Единственная экзистенциальная угроза для человечества – это изменение климата. А он ни черта не сделал для этого. Он хочет отменить все то, что сделал я. Парижское соглашение должно было обойтись нам в 1 триллион долларов, а Китаю – ничего, России – ничего, Индии – ничего. Это был грабеж Соединенных Штатов. И я прекратил его, потому что не хотел тратить эти деньги впустую, потому что они ужасно с нами обращаются. Мы были единственными, кто платил. Больше никто не платил. И это была катастрофа. Но все, что он сейчас сказал, я приведу вам пример. Я слышал, как он говорил про инсулин. Это я добился того, чтобы пожилым людям выдавали инсулин. Я позаботился о пожилых людях. То, что он делает, это уничтожает все наши медицинские программы, потому что позволил мигрантам хлынуть в страну, и они забирают все. Послушайте, у меня самое большое сердце на этой сцене. Я вам это гарантирую, я хочу заботиться о людях. Но мы разрушаем нашу страну. Они захватывают наши школы, наши больницы, они собираются захватить социальное обеспечение. Он уничтожает социальное обеспечение. Медикэр и Медикэйд. Дело в том, что мы теперь не являемся членами Парижского соглашения. Как мы можем что-то сделать? Мы не в состоянии. Соединенные Штаты не могут взять это под контроль. Один из крупнейших загрязнителей окружающей среды в мире. Это первое. Второе. Мы добиваемся значительного прогресса. К 2035-му мы сократим загрязнение окружающей среды вдвое. Мы добились значительного прогресса и продолжаем расширять его. Мы создали климатический корпус, в котором тысячи молодых людей будут учиться справляться с проблемами, как в корпусе мира. И мы собираемся двигаться в направлениях, которые существенно изменят элементы и причины загрязнения. Но он утверждает, что у него здесь самое большое сердце. И он действительно обеспокоен проблемой загрязнения и климата. Я не видел никаких подтверждений этому. И, кстати, что касается рецептурных лекарств, то одна компания согласилась снизить цену до 35 долларов, к чему я призывал добровольно. Я убедился, что каждая компания в мире, каждая фармацевтическая компания должна сделать так же. Каждый день миллионы американцев борются за то, чтобы свести концы с концами. Для многих пожилых американцев социальное обеспечение является важнейшим спасательным кругом. Президент Байден, если ничего не предпринять в отношении социального обеспечения, то через 10 лет пожилые люди увидят сокращение своих пособий. Назовете ли вы сегодня один конкретный шаг, который вы готовы предпринять, чтобы сохранить платежеспособность системы социального обеспечения? Да, заставить очень богатых людей начать платить свою справедливую долю. Сейчас все, кто зарабатывает менее 170 тысяч долларов в год, платят 6% от своего дохода с каждой зарплаты, начиная с первой, которую они получают в 18 лет. В то же время миллионеры платят 1%. Я бы не стал повышать стоимость социального обеспечения для тех, кто получает менее 400 тысяч долларов в год. После этого я начал бы заставлять богатых платить свою справедливую долю, увеличив ее с 1%, чтобы иметь возможность гарантировать программу на всю жизнь. Итак, у вас осталось 82 секунды. Есть ли еще какие-нибудь меры, которые, по вашему мнению, могли бы помочь сохранить платежеспособность программы социального обеспечения? Или достаточно только этой одной? Ну нет, одного этого достаточно, чтобы сохранить платежеспособность. Но самое большое, что нужно сделать, это победить Трампа, потому что он хочет избавиться от социального обеспечения. Он считает, что в системе социального обеспечения есть что урезать. Он оба раза хотел сократить социал секьюрити и медикеа. И у него до сих пор есть это желание. Его идея о том, что нам не нужно защищать наших пожилых людей, просто смешна. Мы их защищаем. И, кстати, сегодня американцы имеют больше возможностей для медицинского обслуживания, чем когда-либо. И в отношении программы ACA, как я уже сказал, вы находитесь в ситуации, когда есть 40 миллионов человек, которые не будут иметь страховки, потому что у них есть предсуществующее заболевание. Единственное, что позволяет им иметь такую страховку, это тот факт, что они, по сути, являются частью программы ACA. И, кстати, еще один момент. Я говорю об образовании для черных общин. Я увеличил количество денег, которые выделяются на PL Grants, еще на 8000 долларов. Любой, кто зарабатывает меньше 70 тысяч в год, сможет получить 15 тысяч долларов на оплату обучения. Трамп просто не знает, о чем он говорит. Спасибо, президент Байден. Президент Трамп? Всю свою жизнь я имею дело с политиками. Последние 8 лет я нахожусь по эту сторону уравнения. И я никогда не видел, чтобы кто-то врал так же, как этот парень. Он лжет. Я никогда такого не видел. Он может смотреть вам в лицо и лгать о многих вещах. Про ноутбук сына, про Россию, 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 Украину, Украину, Украину. Все, что он делает, ложь. Это дезинформация и заблуждение. А это история про фразу с неудачниками и лохами, которую он придумал. Это полная ложь о военных. Это позор. Но социальное обеспечение разрушает именно он. Потому что миллионы людей текут в нашу страну. И они присасывают их к нашему социальному обеспечению. Они дают им медикэр, медикейт. Они помещают их в наши больницы. Они занимают там места наших граждан. То, что они делают с нашими ветеранами, просто невероятно. Наши ветераны живут на улице, а эти мигранты в роскошных отелях. Он не знает, что делает. И это действительно возвращается. Я никогда раньше не видел такого гнева в нашей стране. Президент Байден? О том, что о ветеранах не заботятся, я уже говорил. И, кстати, когда я сказал про лохов и неудачников, он признал, что после этого он уволил того генерала. Генерала уволили, потому что именно он признал, что Трамп именно так и сказал. Он был тем, кто поддержал Трампа, когда он это сказал. Во-первых. Во-вторых, идея о том, что мы окажемся в ситуации, когда все эти миллионы и миллионы, как он об этом говорит, нелегалов, приедут в страну и заберут наши рабочие места. Есть причина, по которой у нас самая быстро растущая экономика в мире. Причина, по которой у нас самая успешная экономика в мире. Мы работаем лучше, чем любая другая страна в мире. И, кстати, те 15 нобелевских лауреатов, о которых он говорил, что они фальшивые, те 15 нобелевских лауреатов, экономисты, они все сказали, что если Трамп будет переизбран, у нас, скорее всего, будет рецессия, а инфляция продолжит расти. И, кстати, кто худший президент в истории? 159 президентских историков признали Трампа худшим президентом в истории США. Президент Байден, большое спасибо. Давайте обратимся к вопросу о стоимости ухода за детьми, который с трудом могут себе позволить многие американские семьи. Президент Трамп, и вы, и президент Байден пытались решить эту проблему. Но средняя стоимость ухода за детьми в этой стране выросла до более чем 11 тысяч долларов в год на одного ребенка. Для многих семей расходы на уход за двумя детьми превышают арендную плату. Что бы вы сделали во время вашего второго срока, чтобы сделать уход за детьми более доступным? Давай вернемся к тому, что генерала уволили. Его уволили, потому что он не годился. Но у нас есть 19 свидетелей, которые сказали, что я этого не говорил. И они очень уважаемые, гораздо более, чем Байден. Другое дело, что он не увольняет людей. Он никогда их не увольнял. Я никогда не видел, чтобы он кого-то уволил. Я уволил многих. Я уволил Коми, потому что он не годился. Я уволил многих высокопоставленных людей ФБР, чтобы осушить болото. Они были плохими, их нелегко было уволить. Вы заплатите за эту цену, но они не были хороши. Эти люди достались мне в наследство. Не я их поставил у этого места. Если кто-то не годится, я увольняю его. Этот парень никого не уволил. И никогда не уволит. Он должен был уволить каждого военного, который был причастен к этому афганскому ужасному шоу, самому позорному моменту в истории нашей страны. Но он не уволил. Вы уволили кого-нибудь? Уволили ли вы кого-нибудь из тех, кто находится на границе? Кого-нибудь, кто позволил нам иметь самую худшую границу в истории мира? Уволили ли вы кого-нибудь за то, что он позволил 18 миллионам человек многими стюрем из психиатрических лечебниц вторгнуться в нашу страну? Уволили ли вы кого-нибудь, кто позволил разрушить нашу страну? Джо, наша страна разрушается. Пока мы с тобой сидим здесь и тратим кучу времени на эти дебаты. Это не должно быть дебатами. Он худший президент. Он сказал обо мне так только потому, что я это сказал про него. Но послушайте, он худший президент в истории нашей страны. Он разрушил нашу страну. А теперь внезапно он пытается проявить жесткость на границе. Он вышел с ничтожной сделкой. Она немного сократила дыру на границе. Вот настолько. Это ничтожно мало. Он хочет открытых границ. Он хочет, чтобы наша страна была либо разрушена, либо чтобы эти нелегалы стали его избирателями. И я не думаю, что мы можем просто взять и позволить этому случиться. Если он победит на этих выборах, у нашей страны не будет ни единого шанса. Даже шанса выбраться из этой канавы. Возможно, у нас больше не останется страны. Вот насколько все плохо. Он худший в истории, безусловно. Спасибо, президент Трамп. Президент Байден? Мы самая восхитительная страна в мире. Мы Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, что было бы нам не под силу. У нас самые лучшие военные в истории мира. Самые лучшие в истории мира. Никто не считает нас слабыми. Никто не хочет с нами связываться. Никто. Это первое. Второе. Мы тут говорим о худших президентах? Я не шучу. Посмотрите, зайдите в интернет. 159 или 158, что-то около того, президентских историков собрались и проголосовали, кто является худшим президентом в американской истории. От лучшего к худшему. Они сказали, что он был худшим за всю американскую историю. Это факт. Это не вымесел. Не предположение. Он может утверждать, что это не так, но они проголосовали именно так. Идея о том, что он что-то знает и делает, что-то для решения проблемы заботы о детях, да он практически ничего для них не сделал. Мы должны значительно увеличить налоговый кредит на уход за ребенком. Мы должны значительно расширить возможности женщин и мужчин или одиноких родителей для возвращения на работу. И мы должны поощрять бизнес. Спасибо, президент Байден. Президент Трамп? Вопрос был о том, что бы вы сделали, чтобы сделать уход за детьми более доступным. Чтобы вы понимали. У нас есть опросы. У нас есть и другие вещи, которые оценивают Байдена как худшего президента. Я покажу вам. И они оценивают меня как одного из лучших. Хорошо? И если мне дадут еще 4 года, я стану лучшим. Я думаю, я стану лучшим. Никто никогда не создавал такую экономику, как мы. Никто никогда не снижал налоги так, как мы. Он единственный, кого я знаю, кто хочет поднять ваши налоги в 4 раза. Он хочет поднять налоги для всех в 4 раза. Он хочет, чтобы налоговые льготы Трампа прекратили свое действие. Так что все, включая вас двоих, будут платить в 4-5 раз больше. Всю мою жизнь никто никогда об этом не слышал. Я рос и видел, как политики говорят о снижении налогов. И мы их снижали. И как я уже сказал, у нас было больше бизнеса. Эппл, все эти компании, они возвращали деньги в нашу страну. Худший президент в истории. И все знают это. Это он. Президент Байден? Послушайте, дело в том, что он глубоко ошибается насчет повышения тарифов. Он увеличит налоги среднему классу. Я сказал, что никогда не буду повышать налоги ни для кого из тех, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов. Я это и не сделал. Но этот тариф, 10-процентный тариф на все, что возится в страну, что он хочет везти. Знаете, что говорят экономисты? Это обойдется среднему американцу на 2,5 тысячи долларов в год дороже, потому что им придется платить разницу за продукты и все важные вещи. Во-вторых, он говорит о том, что не повышал цены. Он каким-то образом помог среднему классу. Но средний класс был уничтожен его администрацией. Теперь вы хотите нового снижения налогов на 5 триллионов долларов в течение следующих 10 лет, что приведет к фундаментальному банкротству страны. У вас был самый большой дефицит среди всех президентов в истории Америки. Это первое. Второе. Вы фактически не установили никаких контактов, не добились никакого прогресса в отношениях с Китаем. А у нас был самый низкий дефицит торгового баланса с Китаем с 2010 года. Спасибо, президент Байден. Давайте обсудим эпидемию, затрагивающую миллионы американцев, которые вы оба сделали главным приоритетом в свой первый срок. Опиоидный кризис. Во время каждого из вас количество смертей от передозировки в этой стране выросло. Оно выросло во время вашей администрации. Оно выросло во время и вашего срока. Бывший президент Трамп. Несмотря на усилия, которые вы оба приложили, более 100 тысяч американцев ежегодно умирает от передозировки. В основном от фентанила и других опиоидов. Что вы сделаете, чтобы помочь американцам, которые сейчас находятся в муках зависимости и пытаются получить необходимое лечение? При этом парне у нас был самый большой дефицит в истории нашей страны. У нас самый большой дефицит с Китаем. Ему платит Китай. Он манчурский кандидат. Он получает деньги из Китая. Поэтому я думаю, что он боится иметь с ними дело или что-то в этом роде. Но вы заметили, что он никогда не отменял мои тарифы. Потому что мы приносим так много денег благодаря им, которые я вел против Китая. Он никогда не убирал их. Не может, потому что это слишком большие деньги. Это огромные деньги. И мы спасли этим нашу сталелитейную промышленность и сделали бы еще больше. Но он этого не сделал. Он не снизил тарифы, потому что не может, потому что это слишком много денег. Но у него самый большой дефицит в истории нашей страны. И у него самая худшая ситуация с Китаем. Китай будет владеть нами, если вы и дальше будете позволять им делать то, что они делают с нами, как со страной. Они убивают нас, как страну, Джо. И ты не можешь позволить этому случиться. Ты разрушаешь нашу страну. Итак, президент Трамп, у вас осталось 67 секунд. Вопрос заключался в том, что вы собираетесь сделать, чтобы помочь американцам, которые страдают от наркотической зависимости, которые сейчас пытаются получить необходимое лечение. Джейк, мы очень хорошо справлялись с наркоманией, пока не появился ковид. У нас было 2,5, почти 3 года такого состояния, какого еще не было ни в одной стране во всех отношениях. А потом нам пришлось действовать жестко. И именно из-за наркотиков, которые хлынули через границу, ситуация усугубилась. У нас появилось оборудование. Мы купили специальных собак. Это самая невероятная вещь, которую вы когда-либо видели, как они могут обнаруживать наркотики. Мы многое сделали. И у нас начали получаться очень низкие показатели по наркомане. Очень низкие. А потом появился Байден. Вы видели, какие сейчас цифры? Я считаю, что 18 миллионов человек — это даже мало. Но количество наркотиков и торговля женщинами, пересекающими нашу границу, — это худшее, что я когда-либо видел. Это цифры, которых никогда никто не видел, потому что граница настолько дырявая. И количество наркотиков, поступающих через нашу границу, сейчас самое большое за всю историю. Президент Трамп, спасибо. Президент Байден? Количество фентанила и других продуктов снизилось на некоторое время. И я хотел убедиться, что мы используем оборудование, которое может обнаружить фентанил. Это большие машины, которые проверяют все, что пересекает границу. И это стоит больших денег. Это было частью сделки, которую мы заключили. Это двухпартийная сделка. Больше фентаниловых машин. Больше возможностей для обнаружения наркотиков. Больше агентов. Больше людей на границе. И когда мы заключили эту сделку, Трамп позвонил своим коллегам-республиканцам и сказал, «Не делайте этого. Это нанесет мне политический ущерб». Он никогда не утверждал, что это плохой законопроект. Это действительно хороший законопроект. Нам нужны эти машины. Нам нужны эти машины. И мы очень жестко боремся с прекурсором фентанила во всех странах Азии. И Мексика работает с нами, чтобы убедиться, что на их территории нет технологий, позволяющей собрать их вместе. Это то, что мы должны сделать. Нам нужны эти машины. Спасибо, президент Байден. Президент Трамп, у нас снова вопрос о том, что американцы, страдающие от наркотической зависимости, сейчас пытаются получить необходимое лечение. Он имеет отношение к этому. Он покончил со многими программами в Мексике. Он покончил с моей программой «Поймай и отпусти» в Мексике. Это была моя программа «Поймай» на территории Мексики, а не на территории США. Мы столько всего сделали. Вели тяжелые переговоры с Мексикой. Я получил все это не просто так. Это как с заложниками. Мы всегда платим 6 миллиардов долларов за каждый раз, когда у нас берут заложника. Теперь у нас есть такой репортер Уолл-стрит-журнал. По-моему, хороший парень. И он там, потому что Путин смеется над Байденом. Вероятно, требуя миллиарды долларов за этого репортера. Я освобожу его очень быстро, как только вступлю в должность. Еще до вступления в должность я сказал, что буквально сразу после победы на выборах я верну этого репортера. Он должен был давно его вернуть. Но Путин, вероятно, просит миллиарды и миллиарды долларов, потому что этот парень платит каждый раз. У нас было уже два таких случая. Он заплатил 6 миллиардов долларов за 5 человек. А я освободил 58 человек и ничего не заплатил. Давайте обратимся к опасениям, которые есть у избирателей по поводу каждого из вас. Президент Байден, в конце второго срока вам будет 86. Как вы отреагируете на опасения по поводу вашей способности справляться с самой сложной работой в мире до 80 лет? Ну, во-первых, половину своей карьеры меня критиковали как самого молодого человека в политике. Я был вторым самым молодым человеком, когда-либо избранным в Сенат Соединенных Штатов. А теперь я самый старый. Этот парень на 3 года моложе и гораздо менее компетентен. Просто посмотрите на его послужной список и посмотрите, что сделал я. Посмотрите, как я переломил эту ужасную ситуацию, в которой он меня оставил. Как я уже сказал, 50 миллионов новых рабочих мест, 800 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности, больше инвестиций в Америку, миллиарды долларов частных инвестиций в предприятия, которые мы развиваем. Он снял с производства многих людей, наплевал на всю идею компьютерных чипов. Раньше у нас было 40% рынка. Мы изобрели эти чипы и потеряли их, потому что он посылал людей искать самую дешевую работу за границей, а потом привозить товар оттуда. Поэтому я отправился в Южную Корею. Я убедил Самсунг инвестировать миллиарды долларов здесь, в США. И знаете что? На тех заводах, где они производят чипы, платят более 100 тысяч долларов. Для этого не нужно иметь высшее образование. И миллиарды, около 40 миллиардов долларов уже инвестированы и строятся прямо сейчас в Соединенных Штатах, создавая значительные рабочие места для американцев со всего мира. Президент Байден, у вас осталось 40 секунд. Хотели бы вы что-нибудь добавить? Да, хотел бы. Мысль о том, что мы каким-то образом являемся страной-неудачницей. Я никогда не слышал, чтобы президент говорил так раньше. Мы – зависть всего мира. Назовите мне хотя бы одного президента крупной страны, который не поменялся бы местами Соединенными Штатами Америки из-за всех наших возможностей. Мы – самая прогрессивная страна в мире в плане достижения целей. Мы – самая сильная страна в мире. Мы – страна, которая держит свое слово, и все нам доверяют, все наши союзники. А тем временем он подтирается Ким Чен Ину, он посылает любовные письма Путину и так далее. Они не хотят связываться с нами. Спасибо. Бывший президент Трамп, в продолжении темы. В конце вашего второго срока вам будет 82 года. Что вы скажете избирателям, которые сомневаются в вашей способности работать? Ну, я прошел два теста, когнитивные тесты, я прошел их оба. Как вы знаете, мы их обнародовали. Байден не прошел ни одного. Хотел бы я посмотреть, как он пройдет один, хотя бы один, очень простой. Например, первые пять вопросов. Он не сможет это сделать. Но я прошел два когнитивных теста. Я каждый год проходил медосмотр, и знаете, тьфу-тьфу-тьфу, у меня очень хорошее здоровье. Я только что выиграл два клубных чемпионата, даже не старших, а два обычных клубных чемпионата. Чтобы сделать это, нужно быть очень умным и уметь сильно бить по мячу. И я это сделаю. У него не получается. Он не может ударить по мячу на 50 ярдов. Он вызвал меня на матч по гольфу, но он не может попасть по мячу на 50 ярдов. Я думаю, что нахожусь в очень хорошей форме. Я чувствую, что нахожусь в такой же форме, как и 25-30 лет назад. На самом деле, я, наверное, немного легче, но я в такой же хорошей форме, как и много лет назад. Я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя так же. Но я решил пройти когнитивный тест, и знаете что? Я его прошел. Доктор Ронни Джексон, который был отличным парнем, когда он был врачом Белого дома, а потом я прошел еще один похожий у него. И оба сказали, что никогда такого не видели. Спасибо. Президент Байден? Вы можете видеть, что его рост составляет 6 фунтов и 5 дюймов, а вес всего 223 или 235 фунтов. Ну, в любом случае, так оно и есть. Просто посмотрите на то, что он говорит, и посмотрите на то, как оно есть на самом деле. Слушай, я бы с удовольствием устроил с ним соревнования по вождению. Когда я был вице-президентом, мой гантикап снизился до 6. И, кстати, я уже говорил тебе, что с удовольствием играю в гольф, если ты будешь носить свою сумку. Думаешь, у тебя получится? Ха, это самый большой. У него 6 гандикапов из всех. У меня был гандикап. Я имею в виду, я видел, как ты качаешься. Давайте не будем вести себя как дети. Знаете, у избирателей к вам особое отношение. Пообещаете ли вы сегодня вечером, что после того, как все юридические проблемы будут исчерпаны, вы признаете результаты этих выборов, независимо от того, кто победит. И вы прямо сейчас скажете, что политическое насилие в любой форме неприемлемо. Ну, я не должен был говорить это, но, конечно, я считаю, что оно абсолютно неприемлемо. И если вы посмотрите мои заявления, которые я делал в Твиттере в то время, а также мое заявление, которое я сделал в Розовом Саду, вы скажете, что это одно из самых сильных заявлений, которые вы когда-либо видели. В дополнение к речи, которую я произнес перед, я полагаю, самой большой толпой, перед которой я когда-либо выступал. Никто об этом не говорит. Они говорят о сравнительно небольшом количестве людей, которые пришли в Капитолию, и во многих случаях и впускала полиция. И как сказала Нэнси Пелоси, это была ее ответственность, а не моя. Она сказала это громко и четко. Но ответ таков, если выборы будут честными, свободными, а я хочу этого больше всех. И вот что я вам скажу. Я бы хотел, чтобы Байден был великим президентом. Потому что меня бы тогда здесь не было. Я был бы в одном из своих многочисленных любимых мест, где наслаждался бы жизнью. Мне бы не предъявляли обвинения, потому что я не был бы его политическим противником, понимаете? Потому что он предъявил мне обвинения, потому что я стал его противником. Я бы хотел, чтобы он был великим президентом. Меня бы здесь тогда не было. Единственная причина, по которой я здесь. Он настолько плохой президент, что я собираюсь снова сделать Америку великой. Мы снова сделаем Америку великой. Сейчас мы неудачливая нация. Мы серьезно отстающая нация. И мы терпим неудачу из-за него. Его политика настолько плоха. Его военная политика безумна. Это безумие. При нем эти войны никак не закончатся. Он ввергнет нас в Третью мировую войну. И мы уже гораздо ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки к Третьей мировой войне. И он ведет нас туда. И Ким Чин Ин, и президент Китая Си, все эти Путины, они не уважают его. Они его не боятся. У них нет ничего общего с этим джентльменом. И он собирается втянуть нас в Третью мировую войну. Ты хочешь Третьей мировой войны? Пусть Путин идет и побеждает. И пусть потом скажет, делайте, что хотите, НАТО. Делайте, что хотите. Есть такая штука, как пятая статья. Нападение на одного – это нападение на всех. Обязательный ответ. Я не могу назвать ни одного крупного лидера в мире, который бы не поменялся местами с тем, что сделал я. И с тем, что сделали они. Потому что мы – могущественная нация. У нас замечательные люди. Это благодаря людям, а не мне. Это из-за американского народа. Он способен на все. И он делает шаг вперед, когда в нем нуждаются. А сейчас он нужен. Мы должны защитить мир, потому что наша собственная безопасность под угрозой. И если ты хочешь войны, просто позволь Путину взять Киев. Убедись, что они движутся дальше. Посмотри, что произойдет в Польше, в Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда у тебя будет война. Президент Трамп, вернемся к актуальному вопросу. Примете ли вы результаты этих выборов, независимо от того, кто победит? Если вы позволите, я просто закончу то, что он сказал. Россия. Они оккупировали много земли при Буше. Они оккупировали много земли при Обаме и Байдене. При Трампе они не захватили ни клочка. Ничего. Он знал, что этого делать нельзя. Со мной играть в игры нельзя. Он знал это. Я очень хорошо с ним ладил, но он знал, что не стоит играть в игры со мной. Он ничего у меня не брал. Но теперь он собирается забрать все у этого человека. Это война, которая никогда не должна была начаться. Она никогда не началась бы со мной. А теперь он собирается захватить Украину. И сейчас вы уже задавали мне вопрос. Вы бы сделали это. Сделали то. Он поставил нас в такое плохое положение сейчас с Украиной и Россией, потому что Украина не выиграет эту войну. Он сказал, я никогда не уступлю до тех пор, пока не наступит такое время. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально. Они потеряли столько людей. Потеряли эти великолепные города с золотыми куполами, которым тысяча лет. И все из-за него и глупых решений. Россия никогда бы не напала при мне. Вопрос был в том, примете ли вы результаты выборов, независимо от того, кто победит. Да или нет, пожалуйста. Если это будут честные, законные и хорошие выборы, то безусловно. Я бы предпочел принять их. Но мошенничество и все остальное было бы просто нелепо. И если хотите, мы проведем пресс-конференцию по этому поводу через неделю. Но через неделю у нас будет еще одна такая же. И я абсолютно точно не хотел бы этим заниматься. Мне было бы гораздо проще сделать это, чем снова баллотироваться. Я не собирался баллотироваться, пока не увидел, какую ужасную работу он проделал. Он разрушает нашу страну. Я был бы очень счастлив оказаться где-нибудь в другом месте. В хорошем месте. И опять же, никаких обвинений, мошенничества, никаких политических оппонентов. Потому что только так, по его мнению, он может победить. Но, к сожалению, для него это подкреплено цифрами и поднятых на очень высокий уровень. Потому что люди понимают это. Ну, давайте посмотрим, какие у вас будут цифры после выборов. Давайте посмотрим, вы нытик. Когда вы проиграли в первый раз, вы подавали апелляции и жалобы в суды по всей стране. Ни один суд в Америке не сказал, что у вас есть хоть какие-то заслуги. Ни государственный, ни местный, ни один. Но вы продолжали распространять эту ложь о том, что все это искажение информации, все это мошенничество. Нет никаких доказательств этому. И вот что я скажу. Я сомневаюсь, что ты примешь результаты, потому что ты такой нытик. Ты примешь новый проигрыш, ты не можешь смириться с ним. Что-то сломалось, и ты бы не проиграл в прошлый раз. Мы вернемся к президентским дебатам на CNN, прямая трансляция из Джорджии. Пришло время кандидатам выступить с заключительными речами, что было определено броском монеты. Мы начнем с вас, президент Байден. У вас две минуты. Мы добились значительного прогресса после того, что оставил после себя президент Трамп, и это в последний раз. Мы оказались в ситуации, когда, во-первых, мы должны убедиться, что у нас есть справедливая система налогов. Я спрашиваю всех присутствующих в зале, всех, кто смотрит эти дебаты, считаете ли вы систему налогов справедливой? Дело в том, что, как я уже сказал, те, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов в год, не получат повышение налогов ни на один пенни. Мы не будем это делать. И если меня переизберут, то так и будет. Но этот парень увеличит ваши налоги из-за дефицита. Во-первых, он увеличил инфляцию из-за того фиаско, которое он оставил после своей борьбы с пандемией. А теперь он хочет обложить вас еще большими налогами, введя 10-процентный тариф на все, что возится в Соединенные Штаты Америки. Например, он хочет отменить наши возможности в Мэдикеа, чтобы мы могли договариваться с крупными компаниями. И что же, мы снизили цену до 35 долларов вместо 400. Не более 2000 долларов для пожилых людей, независимо от того, сколько рецептов им нужно. Знаете, что это дало? Это сократило федеральный долг на 160 миллиардов за 10 лет, потому что правительству не пришлось платить за облачные цены. Я собираюсь сделать это доступным для каждого пожилого человека, который сейчас находится на лечении, и для всех в Америке. Трамп хочет избавиться от этого. И я собираюсь сделать так, чтобы у нас был доступный уход за детьми. Мы собираемся значительно увеличить кредит, который люди получают на уход за детьми. Я собираюсь убедиться, что мы сделали что-то со всем тем, что вызывает проблемы со здоровьем у людей по всей стране. Мы продолжим бороться за снижение инфляции и дадим людям передышку. Спасибо, президент Байден. Президент Трамп, у вас есть две минуты для заключительного слова. Как и многие политики, этот человек просто жалуется. Он сказал, мы хотим сделать это, мы хотим сделать то, мы хотим избавиться от этого налога, от того. Но он ничего не сделал. И не делает. Только делает нашу страну небезопасной, позволяя миллионам и миллионам людей вторгаться в нее. Наши военные его не уважают. Мы выглядим как дураки в Афганистане. Мы не остановили Израиль. Это была ужасная вещь, которая никогда не должна была произойти. Этого не должно было случиться. Иран был разорен при мне. Все, кто вел бизнес с Ираном, включая Китай, не могли вести бизнес с США. Иран был разорен. У них не было денег для Хамаса или Хезболы, для террора. Вообще никаких денег. Опять же, Украина не должна была случиться. Он говорит обо всем, чего не делал в течение трех с половиной лет. Мы живем в аду. У нас есть палестинцы и все остальные, которые скачут повсюду. Вы говорите о Шарлотсвилле. Это в сто раз масштабнее Шарлотсвилля. В тысячу раз больше. Вся страна взрывается из-за вас, потому что они не уважают вас. А они должны уважать своего президента, но вас не уважают во всем мире. То, что мы сделали, было невероятно. Мы восстановили вооруженные силы. Мы добились крупнейшего в истории снижения налогов. Самое большое в истории сокращение регулирования. Причина, почему у него сейчас есть рост рабочих мест, это то, что я сократил регулирующие правила, которые давали рабочие места, но он вводит многие из этих обратно. Все, что мы сделали, никто никогда не видел ничего подобного. Даже с точки зрения медицины. И мы можем пробовать использовать материалы космической эры, вместо того, чтобы ехать в Азию или в Европу и пытаться получать их, когда вы смертельно больны. Теперь вы можете поехать, и вы можете получить что-то. Вы подписали документ, они пытались получить его 42 года, но вы знаете, что мы сделали для военных. Это был невероятный выбор для наших солдат, когда наши солдаты, вместо того, чтобы ждать 3 месяца, чтобы попасть к врачу, могут пойти и получить лекарства для себя, позаботиться о себе и выжить. И именно поэтому у меня самый высокий рейтинг одобрения в истории министерства ветеранов. Сейчас наша нация проваливается, но она больше не будет проваливаться при мне. Мы снова сделаем ее великой. Спасибо вам, бывший президент Трамп и президент Байден.